Задача наша с вами будет послушать еще раз музыкальные произведения и нарисовать не определенный образ или рисунок, а палитру музыкального произведения. Первые аккорды и на холсте заиграли яркие краски. Партия балалайки ярко-красная, как гроздик Алины, а звуки гармонии нежно-розовые, как ягоды малины. Перенести услышанное в рисунок – интересная творческая задача. Методическую разработку по цветовосприятию материала представила на суд жюри музыкальный руководитель Елена Орлова. По ней она успешно работает уже 4 года. Такой синтез музыки и красок, по мнению Елены, помогает детям легче усвоить музыкальный материал. Я бы хотела, чтобы педагоги смогли соединять музыкальный материал и изобразительное искусство, как синтез одного восприятия. Потому что это очень важно, когда несколько действий соединяются в интеграции. И таким образом дети больше запоминают и лучше запоминают материал, глубже понимают идею, которую хотел для них донести педагог. И, наверное, с творческой стороны, с художественно-эстетического развития – это очень важно для детей. Елена – одна из 12 участниц конкурса «Воспитатель года-2020». Впервые в этом году изменено положение о нем. Теперь он проходит в три этапа. Первый этап – заочный видеоролик-презентация. Второй – творческий. Рассказ о своем опыте работы и мастер-класс. 15 минут на выступление. Темы любые. Спорт, литература, музыка, экология. Максимальное количество баллов – 40. Для повышения престижа работы воспитателя, для того, чтобы общественность узнала о работе воспитателей, у нас есть звездочки, которые с удовольствием покажут и расскажут о своей работе. После второго этапа в финале лишь половина участниц. На третьем этапе их ждут сочинения, открытый урок с детьми и круглый стол с организаторами. Самое главное в таких конкурсах, по словам участниц, даже не победа, а возможность обменяться опытом и применить его в своей работе. Хиселиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».